Владимир Путин снова раскалывает нашу страну. Нас сталкивают лбами с братским народом. Нас сталкивают лбами, стравливают друг с другом. Нам говорят, Путин создает великую, сильную Россию. Но в чем сила, брат? Агрессивная, непредсказуемая, ненадежная страна, претендующая на территорию соседнего государства. Разве такой должна быть сильная Россия? Нет. Нам говорят, что в Украине находятся наши национальные интересы. Что во власти патриоты, которые отстаивают наши национальные геополитические интересы. Нет. Патриоты собрались на этой площади. Потому что национальные интересы России в том, чтобы мы были мирной державой. В том, чтобы мы уважали суверенитет и права соседних государств. Чтобы мы были полноправным участником международного сообщества. Они противопоставляли себя всему миру, как агрессивный визгой. Мы патриоты, а Путин враг России. В конце декабря я был на Киевском Майдане. Мне говорили, не надо туда ехать. Там русофобы. Тебя закидают. Тебя изобьют. Потому что ты Москва. Я вышел на Майдан. Я видел перед собой сотни тысяч украинцев. Киевлян. Жители Юга, Востока, Запада, Украины. И я спросил их, любят ли они Россию. Да, сказали мне. Я сказал, слава России. Слава России, сказал Майдан. Украина братская страна. И мы не позволим втянуть нас в братоубийственную войну. То, что сегодня собралось столько людей. Столько людей, которые не хотят войны. Которые хотят мира между нашими братскими народами. Дает шанс избежать конфронтации. Да, Путин верит и надеется, что он войдет в историю страны, как собиратель русских семей. Но такие же собиратели семей, авантюристы, безответственные негодяи, развалили Советский Союз. Сегодня Путин закладывает бомбу в нашу страну. Все может закончиться так же, как закончилось в Советском Союзе. И наша с вами историческая миссия спасти Россию от развала, риск которого увеличивает политика Путина. Путин верит, что он войдет в историю, как собиратель семей. Но я убежден, что наши потомки будут вспоминать Путина словами Александра Сергеевича Пушкина. Властитель слабый и лукавый. Блесивый щеголь. Враг труда. Россия нечаянно прегретой славой над нами он царствовал тогда. Россия будет свободной. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Спасибо, что вы живете здесь. Слава России. Слава Украине.